Бешимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде. Сегодня, 6 мая 2024 года, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра Кондека Бешимбаева и его родственника Бахаджана Байжанова. Бешимбаев заявил, что это был его выбор – провести суд с участием присяжных. Для меня это был непростой выбор, ибо я понимал, что нет, наверное, нет в нашей стране человека, который бы так или иначе не был бы законным с этим делом. Я осознавал, что с учетом развернутых в соцсетях СМИ-компании по разжиганию ненависти ко мне, искажение обстоятельств дела, очернение меня и моей семьи, я рискую, что любой присяжный будет заранее переубежден против меня. Несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытые дела для СМИ, суд и с участием присяжных заседателей, сказал подсудимый. С его слов, он преследовал только одну важную цель – донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере, об отношениях с Алтана Атнукеновой, иметь возможность высказаться и быть высушенным хотя бы 10 людьми. Волю вашего, Всевышнего, так вышло, что вы на этом суде стали моими судьями. Наверное, все в этом мире происходит не просто так, и все мы проходим свои испытания на этой земле, и каждый человек, с которым пресекаются наши жизни, становится для нас испытанием. Если вы верите Всевышнего начала, в Бога, а я верю, то Он нас испытывает. Хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности нравственные, озвучил Бешимбаев. По его мнению, в ночь с 8 на 9 ноября он этот тест не прошел. Я оскорбил все лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из человеке. Я это глубоко понимаю, поддерживаю, переживаю, раскаиваюсь, каюсь каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека, причиной горя для ее родителей. У всех граждан, я прошу прощения, чьи чувства были задеты этим событием, я прошу прощения и у своих родителей, родных, друзей и детей. Мои ошибки омрачили их старость, принесли в их жизни стыд, горе, тревогу и страх. Но я хочу сказать, ни мои родители, ни мои родные ни в чем не виноваты. Это только моя и только моя ноша, заявил он. Куандык Бешимбаев также сказал, что он виноват, но он виноват не в умышленном убийстве. Имея все возможности, он не пытался скрыться от ответственности. В свою очередь, Бахаджан Байжанов заявил, что не стал бы укрывать преступление Куандыка Бешимбаева, если бы знал о нем с самого начала расследования, не отрицал, что он закрывал ресторан, удалял видео с камеры наблюдения и выполнял другие поручения Бешимбаева. Я могу покляться, что я не знал. И если бы знал, не совершил бы эти действия. И даже не предлагал, и даже не предполагал, что эти действия могут быть восприняты, как попытка скрыть преступление. Если бы я помогал прятать следы умышленного убийства, я не стал бы защищать, я бы сам себя не простил, дополнил он. Байжанов рассказал, что все время помогал и вспоминал встречи с Алтанат, попросил прощения у семьи и ее близких и выразил им соболезнования. А вы как считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!